Дорогие друзья, приветствую вас! Мы тут все соотечественники собрались, нас сблизил один минерал, самый прекрасный, который родина, это Иран, это наш циолит. Мы все здесь соотечественники. Я посвятил более 300 месторождений в мире, но такого прекрасного минерала я не видел нигде. Сегодня этот минерал имеет 7 цветов. 7 цветов – это единственное место, где такая красота. Мы сегодня умеем его обрабатывать, перерабатывать, творить с него все, что мы хотим, но мы не умеем, самое главное, управлять этим минералом. Сегодня я веду три проекта. Это органические удобрения на промышленной основе, добавка корма животных и здоровья человека. Я считаю, что в этой ситуации только сегодня может циолит нам помочь – это очистить землю от пестицидов и нитратов. Сегодня падает урожайность, сегодня начинает дефицит продовольствия, сегодня идет очень много болезней, и мы сегодня должны с этим бороться, потому что это надо срочно остановить. Самое главное – очистить землю, мы сегодня уже научились. За счет размера циолита мы сегодня можем вносить сюда ту задачу, которую мы сегодня с вами поставили. Я сегодня провел достаточно много опытов, где первое, я считаю, надо нам сегодня очистить нашу земельку, которая нам дает хлеб, жизнь и продовольствие. И в этой ситуации мы нашли выход, мы можем сюда сажать микроорганизмы, которые сегодня убирают, убивают. Первое – это нитраты и пестициды. Второе – мы нашли выход, это с органическими удобрениями, которые сегодня могут заменить на 100% химические удобрения. И сегодня мы имеем не только замену, но мы еще имеем повышение урожайности. По зерновым, по пшенице, по ячменю мы сегодня дошли до урожайности плюсом 42%. Второе – мы сегодня можем свободно работать с циолитом в засушливых землях. Это страны Персидского залива, Иран и другие многие страны, которых сегодня недостаточно воды. Третье – мы сегодня можем с вами, если мы все коллективы возьмем, сегодня такой прекрасный университет, где прекрасные здесь месторождения. Если сегодня возьмемся рука об руку и будем бороться и запускать на промышленной основе удобрения, мы победим. Я считаю, только это возможно сделать циолитом. Больше нет ни одного минерала в мире, который способен это сегодня осуществить. Третье – это добавка корму животных. Это больная тема для всех. Сегодня очень много химических формул, которые сегодня кормят того же бролера, птицу, тоже куриное яйцо, тоже корова, которая получает молоко. И мы все это употребляем, и потом появляются онкологические заболевания. На сегодняшний день в мире первое место занимает этот бролер, который сегодня на самом деле дешевый, и сегодня доступен любому покупателю, и рабочему, и крестьянину, и богатому, всем. Но когда мы начинаем раскрывать химический состав этой птицы, становится плохо, потому что кушать ее практически невозможно. Я имею около, не знаю, очень много протоколов. Я проходил испытания и в Турции, и в Америке, и в Европе, и в многих странах мира, где мы убедились в том, что мы сегодня можем исправить ситуацию, можем исправить ее тем же фуражным зерном, без добавок химических. И у всех встал вопрос, а как? А совершенно все просто. Циолит имеет размер, сегодня доступный, в который можно сегодня загнать ту задачу, которую мы сегодня с вами можем придумать. То есть, это формулу с меньшим размером. А меньшие размеры, это сегодня аминокислоты. И аминокислоты не химические, а растительного происхождения. Мы сегодня сбалансировали около 20 аминокислот, основные аминокислоты, лизин, метионин, трионин, где мы сегодня поставили им задачу в определенном количестве с экстрактами травяными. Это в особенности крапива, которая имеет 26 аминокислот. И получили результаты. До 30% надой молока, набор жира до 5%, набор живой массы у бычков до 15%. Это шикарный результат. И мы сегодня уходим от разных антибиотиков, все прочее, которые сегодня травят же это мясо и тоже молоко. И вот заметьте, если мы начинали говорить об органике, то есть циолит это органический продукт, мы сегодня в конечном итоге выходим в готовой продукции уже в биопродукт. Значит что? Мы с вами вложили органику, а получили биологический продукт. Что нам еще надо? Это здоровье. Вот и конец. Значит, если мы начали сегодня с органики, получили биопродукт, значит мы все за чистое питание и нацию свою мы выздоровеем. Приведу общие данные. В мире где-то около 600-700 месторождений циолитов. Везде циолиты разные. Вы лучше меня, наверное, знаете. Очень много разновидностей. Одни с высокой плотностью и с пористостью, они идут, как бы можно их запустить в одобрение. Другие на рекультивацию больше. Третьи это на добавку корма животных. Ну, самое главное в этой ситуации, надо уметь управлять циолитом, чтобы он работал правильно. Мы это умеем. Значит, что остается? Нам остается всем сплотиться. У вас такой шикарный университет. Мое предложение. Сплотитесь. Давайте науку. Пускай она обучает хороших специалистов. Специалисты пускай расползаются по всему миру и учат всех, кто у них остальных. У кого какие есть вопросы, могут зайти на мой сайт. Я не знаю, почему не открылась страничка моего выступления. Зайдите на мой сайт, можете посмотреть. Я ничего ни от кого не скрываю. Все открыто, все в доступе. Спасибо всем. Спасибо.